Слаймы с историями! Всем привет! Вы на канале Анастасии Найс. А теперь история про собаку. С чего все началось? Думал Алик, стоя в дребезжащем трамвае. Как такое могло случиться? А началось все 12 лет назад. Тетка, родная сестра матери, неожиданно обзавелась щенком. Откуда этот, все грызущий, везде писающий, веселый балбес возник у нее, никто так и не узнал. Щенка наименовали Кизилом. И вот с этим самым именем он отправился в большую жизнь. Алик навещал тетку, периодически забирал Кизила, когда та уезжала в командировки, и даже как-то возил пса в лечебницу. И все вроде было хорошо, пока однажды не позвонила соседка. «Алечек, ты бы к Валерии-то зашел? Три дня уже с Кизилом не выходит, трубку не берет?» «Забегу», – ответил Алик, – «вечером буду обязательно». Алик купил готовых салатов, хлеба, колбасы, картошки и поехал к тетке. Он не видел ее всего лишь месяц, пока был в отпуске. Увидел и испугался. Она высохла, словно мумия, едва ходила по квартире и даже говорила с трудом. Алик вызвал скорую помощь, выгулил Кизила, помыл квартиру, посуду, запихал белье в стирку. Врач, приехавший минут через сорок, недовольно осмотрел Валерию и заворчал. «Ну что же вы наше время зря тратите?» «Так ей же плохо!» «А чем мы можем ей помочь в терминальной стадии-то?» «Соседка вызванивала, теперь вы начали. Отправить ее в хоспис и нечего трезвонить, а то напишу ложный вызов. Она не вчера заболела, чего ждали-то? А теперь с каждым днем все хуже будет». Алик сжал зубы и закрыл за лекарями дверь. Теперь утром и вечером он забегал к тетке, выгуливал Кизила и приносил продукты. Тетка даже чуть-чуть повеселела за это время и начала готовить, навела порядок, вычесывала Кизилу шерсть. Алик старался не думать о будущем, просто жил. В тот день он зашел после работы. «Посиди, сыночек, со мной», – попросила тетка. «Подержи за руку, попрощаемся». «Да ты не спеши прощаться, еще поживи». Скорее себе, чем ей, – ответил Алик. «Дай мне слово, что не бросишь Кизила, ведь я, когда его завела, не знала, что больна, а то иначе б...» «Конечно, не брошу». Пожила она минут двадцать, закрыла глаза и вытянулась. Только Кизил вдруг тонко завыл, и вой был странным, словно плачет или смеется ребенок. На похоронах и поминках были две теткины подруги и соседка. Упокоил он Валерию рядом с родителями и забрал Кизила. Завещание грянуло, как гром. Тетка все оставила ему. Пару квартир, свою и покойного мужа, дорогую машину, все отчисления от ее патентов. От издания книг, счет и фирму родня плевалась огнем, обзывала его хитрым, прожорливым и моталась по судам. Но напрасно. Алик сдал на права и сел за руль. И с тех пор на общественном транспорте не ездил никогда. Фирма-то процветала, то разорялась, то поднималась снова. Старая теткина машина исправно возила Алика. Кизил был с ним повсюду, как счастливый талисман, как память о вырастившей его тетке. С Алиной он познакомился случайно в кафе. И через неделю после знакомства они стали жить вместе. Хорошо уживались. Алик решил сделать ей предложение. Уточнив, что можно лететь с собакой, взял билеты на Канары и заказал дорогую гостиницу. Выбирал девушке кольцо. Хотел романтики, незабываемых впечатлений. Билеты она увидела, распрыгалась, развеселилась, щебетала, как птичка. Жизнь обещала только счастье. Но только обещала. Он вернулся с работы домой, а Кизил не вышел его встречать. А где Кизил Алина? Алина надула губки. Что ты волнуешься о старой собаке? Ему же уже сто лет в обед. У него ревматизм и катаракта. Но зачем его мучить? Нет у него никакого ревматизма и катаракты. Он очень крепкий. Так, где Кизил? Ну зачем он нам на Канарах? Нам и вдвоем будет хорошо. Не хочу я с ним в номере жить. Где Кизил? Я его усыпила. В той клинике куда-то его таскал, когда он лапу распорол. Ничего не говоря, Алик помчался в клинику. Ему ответили, что в соответствии с заговором собака усыплена, а труп кремирован. С холодным бешенством он швырял Алинины вещи в чемодан, скидывал в машину, вырвал у нее из рук билеты и загранпаспорт и спустил в туалет. Он не слушал, что она говорила, он и слышать этого не хотел. Повез ее к родителям. У него тряслись руки, и красные круги вертелись перед глазами. Ты сам как бешеный пес, вопила Алина в машине. Взбесился из-за собаки. А я на тебя вообще в суд подам. Он не ответил. Поехал на работу, не видя дороги перед собой, и чуть не сбил пожилую пару. Затормозил в последний момент. Алик припарковал машину и зашел в трамвай. Уже третий день он ездил на трамвае. Садился на кольце рядом с какой-то женщиной и мрачно смотрел вперед. На утро четвертого дня он стоял на остановке и услышал всхлипы. Женщина вытирала слезы. Что случилось? Зачем-то спросил Алик. Я могу вам помочь? Я не знаю, кто мне может помочь. У меня умирает пес. Старый пес. Он не ест и не пьет. Его привела усыплять девушка, когда я покупала кон для уличных кошек в клинике у трамвайного кольца. Он шел с ней так доверчиво, не ждал ничего плохого. А я его забрала. У него шерсть такая, ну прямо красная и ушки конвертиком. Сердце у Алика ухнуло и провалилось. Он посмотрел на женщину. Я могу вам помочь. Меня зовут Александр. Можно Алик. А вас? Валя. Они бежали к ее дому, взявшись за руки, как будто были давно знакомы. Она на ходу звонила на работу, что задержится. Потом он обнимался с Кизилом, а Валя смеялась. Алина караулила его у офиса. Ну может помиримся, ведь я же тебя люблю. Нет. Знаешь, как говорят. Любишь меня, люби мою собаку. Алик отвернулся и набрал номер. Здравствуйте, Валя. Помните, я тут парень с собакой. Давайте встретимся. Собака – это единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем себя. Нет создания вернее и надежнее. Кто еще будет нестись со всех ног к тебе, осветляясь от счастья и виляя хвостом, беззаботно любя тебя просто так, за то, что ты есть. Тот, кто имеет собаку – это самая для него огромная радость. Потому что это самый преданный, самый лучший друг. Если у вас есть собака, то жмите пальчики вверх. Давайте посчитаем, сколько нас таких. У меня вот собака Мопс, которую я люблю, которая любит беззаветно меня. Она мой самый лучший друг. Мы с ней везде.